Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире вопросы армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Абраам Томасян. В случае размещения наблюдателей ОДКБ Армения будет иметь более стабильную ситуацию. Лавров, представитель Франции, высокоотеренную траекторию армянского культурного наследия в контексте мирового культурного наследия. В 1992 году армия обороны Арцаха освободила город Бердзор и Бердзорский коридор. Заслуженный деятель музыкального искусства Суши Даниэль Казарян. Нежнародный день музея в музеях Арцаха будет организован в ряд мероприятий. Вопросы армян Западной Армении. 27-28 марта, 28 апреля 1984 года тайная армянская армия освобождения Армении провела в Тегеране серию военных действий против турецких дипломатов. Один из крупнейших победителей восьмилетней Ирано-Иракской войны турецкое правительство с целью заключения новых договоров направил в Иран последовательные экономические и политические делегации. Премьер-министр турецкого правительства того времени Тургут Иоузал во главе делегации из 400 человек через несколько дней после годовщины геноцида, совершенного против армян, 28 апреля должен был посетить Тегеран. Тайная армянская армия освобождения Армении заявила, что не будет молчать и даст исторический ответ на этот шаг. Последующие случаи доказали серьезность угрозой Асала. В момент прибытия его зала на самом центральном проспекте Тегерана, будучи за рулем своего автомобиля марки «Мерседес», был застрелен высокопоставленный чиновник турецких спецслужб Ишик Йондер, который вместе с супругой, секретаршей посольства Шадея Йондер, направлялся в посольство. В марте 1984 года во время операции в Тегеране погиб герой Сурен Григориан. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» в номере от 29 марта 1984 года написала. Сегодня посольство Турции в Тегеране заявило, что в ходе серии нападений армянские боевики нацелились на двух турецких дипломатов. Посол Исмет Керсел в ходе телефонного разговора сообщил, что нападения армян начались во вторник, заложив бомбу в автомобиль турецкого дипломата. Бомба взорвалась раньше времени, убив нападавшего. Посол также сообщил, что в ходе другого нападения помощник военного атташе Исмаил Паммукчу был тяжело ранен в голову, когда проверял свою машину возле дома. В него стреляли два человека. В то же время первый секретарь посольства Хасан Сервет Эоктемш стал мишенью двух других вооруженных лиц. Когда выходил из своей квартиры, направляясь на работу. Посол Берсель добавил, полиция Ирана перед домом турецкого дипломата задержала двух вооруженных армян. Вечером того же дня еще пятерых в окрестностях посольства. Уроженцы Западной Армении Абраам Томасян. Абраам Томасян присоединился к членам Асала в начале 1980-х. После соответствующих тренировок на базе организации в 1980 году развернул активную деятельность, в частности на территории Европы. 22 января 1983 года совершил групповое нападение на штаб-квартиру турецкой авиационной компании в Париже, совершив операцию «Шаппингарахисар», за которую был осужден. В 1985 году возвращается в Ливан, продолжая борьбу в рамках ливанского филиала армянского общенационального движения. Погиб в автокатастрофе 10 сентября 2020 года в Пейруте. В сообщении, распространенном Асала по этому случаю, говорится «Наш товарищ Абраам Томасян был скромным исполнителем, готовый преданно выполнять самые сложные возложенные на него обязанности». Как передает Армия Пресс, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царград» сделал заявление, которое опубликовано на сайте российского депведомства. Осенью 2022 года в саммиту организации Веривани был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателя организации договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. В последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он на бумаге и не может реализоваться. Но если бы или вам подтвердить то, что уже было согласовано, был готов к писанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила более стабильную ситуацию. Правительство Западной Армении напоминает, что Россия еще в декабре 1917 года признала независимость Западной Армении декретом, принятым Лениным, который сегодня включен в действующую Конституцию Российской Федерации. В Великом Герцогстве Люксембург 10-11 мая состоялось очередное заседание правления расширенного частичного соглашения «Культурные маршруты Совета Европы». Как сообщили армия пресс-пресс-службы, Министерство образования, науки, культуры и спорта от Армении во встрече приняли участие начальник Департамента культурного наследия и народного ремесла Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Астри Хмарабян. С 2015 года Армения является полноправным участником расширенного соглашения «Культурные маршруты». Одной из ключевых тем в повестке встречи было также картографирование культурных маршрутов стран-членов, в том числе документ картографирования культурных маршрутов Армении, который был принят единогласно. В документе описывается культурный потенциал Армении, перспективы взаимодействия и возможности сотрудничества в рамках культурных маршрутов Совета Европы. В рамках обсуждения документа катографирования культурных маршрутов Армении представитель Франции выступил со специальной речью, высоко оценив траекторию армянского культурного наследия в контексте всемирного культурного наследия, предложив рассмотреть возможность инициирования маршрута армянского культурного наследия. Программа «Культурные маршруты» была запущена Советом Европы в 1987 году. Цель проекта – создать платформу для культурного диалога, способствующую сохранению прогрессу природы и культурного наследия как важного фактора устойчивого культурного и социального развития. Открытие Бердзорского гуманитарного коридора было военной операцией Вооруженных сил Армении и Армии обороны Арцаха против Вооруженных сил Азербайджана во время Арцахской освободительной войны, которая состоялась 17-18 мая 1992 года. Благодаря этому была обеспечена сухопутная связь между Бердзорским подрайоном Шушинского района Республики Арцах и Горийским районом Республики Армения. При крышенной бомбардировке ряда армянских населенных пунктов Азербайджанская армия потеряла стратегические высоты и связь между северным и южным подразделениями. Рано утром 18 мая армянские силы входят в город Бердзор, который тогда назывался Лачин, взяв под контроль всю территорию населенного пункта. После под контроль армянских сил проходит автодорога Горий Степанакет во всей протяженности. В тот же день сухопутная связь с Республикой Армении была организована по временному мосту, построенному на реке Агамно, поскольку основной мост был взорван азербайджанскими подразделениями. 19 мая мост был восстановлен. Отметим, что северо-коцентральная часть Кашатакского района Республики Арцах имеет древнюю и богатую историю. Данный участок Бердзорской части был заселен с древних времен, о чем свидетельствуют найденные территории древние памятники. По территории он соответствует провинции Сюник, Мецайка, Великая Армения, существовавшие с 4 по 5 век до н.э. Правительство Западной Армении с гордостью отмечает, Арцахское освободительное движение сумело объединить силы всего армянства вокруг идеи продолжительности наследия государства Армении по госсанвара, признанного более чем 20 государствами, которую свою окончательную формулировку получила в 2004 году в Шуши. При усилии участника Арцахской освободительной войны, тренера-инструктора спецназа, президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна. Почему именно в Шуши, полагаем, понятно, поскольку это была первая из оккупированных территорий государства Армении, которая была освобождена и стала началом освобождения наших оккупированных территорий. Этот вопрос и сейчас актуален, находится в нашей повестке. Как сообщает Армен Пресс, Акоп Сарапям пишет, оказавшийся сегодня в плену древнеармянский город-крепость Шуши, удостоен почетного звания Закавказская консерватория, жилькультурной жизнью, подарил нашему народу великих сынов писателей, известных военных историков и музыкантов. В числе последних известный композитор, общественный деятель, хормейстер, певец-педагог, заслуженный деятель искусств Даниэль Казарян. Многие из его песен до сих пор очаровывают меломанов. Одной из важных работ композитора была организация четырехголосной певческой группы и оркестра для слепых. Результатом его заветной работы по развитию самодеятельного хорового искусства стало создание четырехголосной капеллы в Ереванском доме учителей, которая в 1945 году с большим успехом выступила на Всесоюзной Олимпиаде самодеятельных хоровых коллективов в Москве. Заслуги Даниэля Казаряна высоко ценил известный композитор Романос Меликян, другие представители музыкального мира. В рамках программы Международный день музеев и Ночь музеев 18 и 20 мая в Арцахе запланирован ряд мероприятий. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, в рамках мероприятия Международного дня музеев 18 мая в 12.00 в Государственном историко-краеведческом музее Арцаха состоится выставка под названием «Тайна арцахских ковров». В тот же день в 19.00 в Степанакерте состоится выставка новой коллекции Государственного музея изобразительных искусств Шуши. 20 мая в 15.00 состоится курс «Коврат качества». Также планируется лекция Краеведческого музея Кашатакского района на тему проблемы сохранения музейных ценностей во время бедствий. Состоится концерт в исполнении государственного хора Арцаха. Лекция на тему историко-архитектурные памятники Аскерана. Лекция на тему армянских хачкар и как свидетели нашей идентичности в историко-краеведческом музее Мартуни и прочие выставки. Правительство Западной Армении поддерживает уроженцев Арцаха, которые и сегодня, находясь в трудной ситуации, продолжают бороться и развивать свою культуру. И в завершении новостей послушаем песню «Сасна Ашхар» в исполнении Джона Акупяна. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!